Пьянству бой. Губернатор Вологодской области Филимонов подготовил законопроект, предусматривающий сокращение продажи алкоголя в регионе до двух часов в день. С 12 до 14.00 причиной возникновения такой инициативы послужила печальная статистика, в которую его область угодила. Дело в том, что по итогам прошлого года Вологодчина оказалась чуть ли не самой пьющей в России, а точнее попала в топ-10 наиболее выпивающих регионов страны в смысле по уровню потребления спиртных напитков на душу населения от чиновники и засуетились. Это какой-то позор. Правда, в очередной раз не придумали ничего лучше запретов. Коммерсант ознакомился с проектом будущего закона, ну если он станет законом, конечно. Итак, ограничения должны распространяться на будние дни, а также на некоторые праздники. В частности, на новогодние, мартовские, майские, государственные, разумеется, День России, День Народного Единства. Плюс 1 сентября, школьные, выпускные, в общем, вы поняли. Речь, впрочем, идет о запрете продаж спиртного в неурочные часы только через магазины, кафе, рестораны, буфеты. Пообещали не трогать, во всяком случае, пока, к слову. А вот и сам автор идеи, господин Филимонов, ну не все же знают, что это за чиновник, насколько он добрый, рассудительный, заботливый. Знакомьтесь. Это что такое-то? Где это видно? Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Садь-то, прыгать назад. Я все-таки не работаю. Товарищи огранили, услышите меня, пожалуйста, вовремя. Это запись для внутреннего потребления, вы понимаете, да? У меня опять сухого производства внутреннее мероприятие. Мы ее в эфир не выдаем. А это что за камера? Вторая камера, что откуда? Вот это вот. Телеканал «Русский Север». А вот включайтесь. Отключайтесь сразу же. А мы у вас полтора часа ждем. Ничего страшного, включайтесь. Здесь нельзя пускать в эфир. О, да. Похоже, я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить пить. Однако мы отвлеклись. Сейчас остановимся на всем вышесказанном подробнее. Это реальная журналистика. Нет повода без повода. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Так о чем мы? Ах да, о новом слове в борьбе с алкоголизмом от губернатора Филимонова-Фологодского. Кому-то, конечно, может показаться, что инициатива в принципе правильная. Не дело ведь, что Россия спивается и с этим как раз все понятно. Но вот тут я все-таки хочу сказать стоп и предложить каждому из нас заглянуть чуть дальше своего носа, проанализировать, к чему он и а может привести в конечном итоге. Погнали! Во-первых, в строках моего письма стоит оговориться вот о чем. Согласитесь, но никогда еще запретительные меры не приводили ни к чему хорошему. За всю историю нашей страны. Да что там за нашей? За всю мировую историю не было ни одного случая, чтобы запреты отработали как надо. Я не прав? Смотри, нужно бороться умно, не вот такими ментовскими тупыми методами, типа запретить концерт или там обложку в книжном магазине замотать, сказать, что это произведение иноагента. Это бред. Ни одна страна, ни одна культура, ни один режим, который шел по этой дорожке, ни к чему никогда хорошему в итоге не пришел. Это не работает. Если ты будешь запрещать длинные волосы или джинсы-клеш или музыку бетлов, люди не перестанут. Ух ты! Не я один так считаю. Даже пропагандисты вон того же мнения придерживаются. Ну а теперь вернемся к нашим баранам и по пунктам пробежимся. Пункт номер раз. А что правда, кто-то искренне верит, будто после появления такого вот запретительного закона в Вологодской области водку продавать перестанут, когда нельзя. Да ладно, серьезно? Хотите, расскажу, как будет. Правильно ей начнут торговать подпольно. Уже ведь запрещали и не раз. История знает массу таких случаев. Вот по пьяницам, если кто из вас на этой беседе нашей увлекался, то я вам говорю, что с 17-го числа вводятся меры, будут опубликованы крутые меры по борьбе с пьянством. Давайте навалимся всем правом. И именно хотя бы сухой закон Горбачева в СССР давайте вспомним. А разве тогда оно сработало? Да нет, конечно, вся страна в итоге знала, что купить бутылку, коль трубы горят, можно у любого таксиста и покупали. Это другой пример, пожалуйста. Когда уже в Новой России в ночное время продажу все того же алкоголя запрещали, это было ведь вот не так давно. И каковы результаты в данном случае? Потому что спиртное начали продавать правильно, через интернет. Запрет, не запрет, но если возникла необходимость, зайди в любой Яндекс, вуаля! Через полчаса тебе все привезут прямо на дом. Век высоких технологий и дистанционной торговли, когда доставкой занимаются десятки курьерских служб. Вообще никаких проблем! Дедовские ограничения, выстроенные по принципу времен царя Гороха в текущей парадигме, не работают от слова совсем. Алкоголь утекает в сеть территорию вольную и трудноконтролируемую. Защитить покупателей от недобросовестных продавцов, по идее, должен новый закон. Но чтобы все было, как в обычном магазине, и чек, и акциз на бутылку, это на случай суда, придется постараться. Ведь пока интернет-магазины торгующие алкоголем вне правового поля и плюют на все запреты. Вот это прикол! Ну а дальше, сами понимаете, это пункт номер два уже. Никому не открою секрета, там, где возникает теневой, подпольный, неконтролируемый рынок, появляется и огромное количество фальсификата. Сводкой тем более без этого вообще никак. А что это значит? А значит, что суррогат начнут продавать повсеместный, или паленку, как хотите, называйте. И это мы тоже проходили, например, в 90-е, когда рынок, в принципе, жил по понятиям. Пали, разливали чуть ли не в каждом подвале, толкали чуть ли не на каждом углу. Давайте туда вернемся. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Санкт-Петербурге пресечено незаконное производство спиртосодержащей продукции. А в Южном Дагестане правоохранители выявили два подпольных цеха порозливого алкоголя. Сотрудники ОМВД России по Дмитровскому району пресекли незаконную деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Прелестно! Прелестно! А по итогу что будет? А по итогу получим рост числа отравлений. Увеличение смертности может быть даже. Люди и так постоянно травятся этой сиухой даже сейчас. Особенно в депрессивных регионах. А будут травиться чаще спасибо мудрым гувернаторам вроде Филимоновых и их распрекрасным идеям. Сложно! 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 Ну и пункт 3 еще у меня есть. Он, конечно, из области предположений-предположений. Тем не менее, я, вы знаете, не исключаю, что вот эти вот бездумные ограничения могут привести также к повышению показателей по уличной преступности. Да! Вы не ослышались, как это? Да просто представьте себе ситуацию. Чувака с недогоном в пьяном угаре, который пойдет бить соседа или там прохожего по голове из-за бутылки водки. Такое ведь может быть, нет? А то и вовсе погромы магазинов начнутся пьяному. Ему ж море по колено. Есть такая хорошая русская поговорка. Выпивший человек редко соображает, что делает. Погода шепчет «Займи, но выпей». Единственная мысль, которая в такие моменты живет в его хмельной голове, вот только взять-то будет неоткуда. Даже средь бела дня. В Уан-Удэ за*** мужчину. По данным следствия, 27-летний парень в квартире матери распивал алкоголь с приятелем. После ссоры он схватил нож и нанес 33-летнему собутыльнику. Распитие алкоголя закончилось у***вом. Трагедия произошла в Визняковском районе. По предварительным данным, мирно уладить конфликт не удалось. Я к чему сегодня вообще заговорил об этом? Нет, я ни в коем разе не пытаюсь защитить торговцев отравой, водочников, пивников, владельцев наливаек, ну и бездумное закручивание гаек. Это тоже не выход, как вы смогли убедиться. Более того, мы же с вами понимаем, что задача любого чиновника в нынешних реалиях, да, показать большим дяденькам оттуда, в первую очередь, какие они молодцы. Изобразить видимость бурной деятельности в очередной раз, мол, проблема возникла, но мы ее решаем. В том числе, да, при помощи непопулярных и даже кардинальных мер, но решаем ведь, смотрите, дяденьки. Вот только все это мишура, игра на публику. Точнее, не на публику, а, как сказал выше, танцы с бубнами для начальства, потому что проблема от этого не решится. Потому что бороться надо не со следствием, а с причиной. Почему люди пьют? Правильно, от неустроенности, от отсутствия перспектив, от отсутствия уверенности в завтрашнем дне, да и просто элементарных радостей, от огромного количества негатива, который буквально стал неотъемлемой частью происходящего. У нас растет уровень тревог и депрессий, вот их и заливают алкоголем. И да, чему удивляться? У нас же открой ленту новостей, или там включи телевизор на любом из 20 каналов общедоступных. Через полчаса реально такая тоска накатит, что напиться до беспамятства захочется даже трезвеннику. В России в 4 с лишним раза вырос спрос на антидепрессанты. По данным компании DSM Group, за неделю с 28 февраля по 6 марта в российских аптеках продали антидепрессантов на 525 миллиардов рублей. Дерьмо поливаю. Я не смотрю телевизор, потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, он опасен для здоровья. Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейронные связи в мозге. Дискомфорт! А впрочем, чего я вам рассказываю? То, что вы и без меня прекрасно знаете. Много раз говорил, но повторюсь, у нас выросло несколько поколений людей, которые жили, да и живут в эпоху вечных кризисов. Когда один кризис сменяется другим, просвета не видно. Беспролазная нищета, теперь вот еще беззаконие, бесправие, хамство повсеместное. И это далеко не полный набор первопричин, с последствиями которых, почему-то чиновник Филимона решил бороться. Это что за камера? Вторая камера, что оттуда? Вот эта вот. Телеканал «Русский Север». А вы включайтесь. Телеканал, включайтесь сразу же. Ну, у вас полтора часа ждет. Ничего страшного, включайтесь, здесь нельзя пускать. Вот, да. Ну, так борись. Только с тем, с чем нужно бороться на самом деле, а чиновник наш, он, он его не понимает. Напротив, ищет проблему вообще в другом месте еще раз. Потому что чиновники у нас давным-давно служат не народу и даже не себе будете смеяться. Чиновники у нас служат на показ для начальников. Знаете, как говорится, служить хочу, да прислуживать тошно. Служить брат, прислуживаться тошно. Нет слов. Ладно, мы еще будем к этому возвращаться и не раз, потому что завтра ситуация точно не изменится, а хотелось бы... Все. Переваривайте услышанно. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok